так всем доброе утро вот сижу в машине вот так вот хочу показать с чего начинается мое утро машина немножко прогревается вы выгнал ее из гаража его сейчас мне надо ехать голубям вот сразу показываю время 5 54 и вот так вот начинается мое утро фары горят вот солнышко скоро скоро наверно встанет собаки бегают сейчас мне надо будет доехать до своих голубей ладно все остальное уже там так ну вот я уже и у голубей сейчас время 6 часов 6 02 приехал я в голубя от него включил свет потому что на улице еще только-только расцветает вот она и мои дикари сидят кто в вольере ночует ну половину уже забежала голубят я пока не убираю уберу чуть-чуть перо помет скола я убирать не буду не хочу чтоб они ночевали у меня на бетоне на сестрах у меня не очень много вот они мои дикари ну и сейчас вот первым делом начнется уборка вольера вот уберу сейчас кормушки поилку и начну убирать вот так вот и проходит каждый день каждое мое утро проходит вот так вот там люди говорят результаты я на месте топчусь ну значит топчусь на месте вот такие результаты у меня есть такие они есть можно сказать никаких если что-то и было уже те голубей уже нету о которых порезал тех порезал так ну и все дальше будем чистить вот мой рабочий инструмент шпатель веник и ведро поехали дальше так ну и вот что получилось 6 часов утра сейчас время у нас 7 39 вот почистил вольер побелил мы это делаю я не так часто ну по мере необходимости тем более сейчас вот осень вот сырость и все остальное вот полностью забелил пол голубят я сейчас не убираю потому что у меня такие же бетонные полы они вот на пол ходят гадят в общем я пока не убираю чтобы слой там был вместе с пером и совсем вот потому что много голубей сидит ночует на полу здесь вольере то же самое они ночуют и зимой и и летом вот так вот в общем побелил вот так вот время и проходит плюс я еще прибрался в своей старой голубят не в той голубят не я уже тоже убрал почистил пол поставил воду здесь я тоже воду поставил уже все и сейчас вот открою и пускай они у меня гуляют так что вот так вот и проходит мое время не знаю некоторые может быть и не сжали бы таких условиях голубей каких-то я каждый день надо прийти прибраться выпустить своих дикарей покормить и все остальное следить за их ним здоровьем тогда когда их много пара молодых мне не особо нравятся вот эти вот белые мраморные ну вот так вот вот сейчас они пока выйдут погуляют но потом попозже может быть попробую приподнять солнце светит солнце вышло ничего не видно что вот такие вот дела ладно на паузу так ну вот немножечко голуби полетели вот так и проходит мое свободное время за ней на три кучи стало две в разброс вот здесь омотаются и желтых по загонял по улетали куда-то так вот на хвост вот так вот они носятся меня в принципе все устраивает меня не устраивает вот эти вот зехеря они когда закручивают конечно у кого-то там летают они в разброс он желтый вижу один летает в стае со всеми у кого-то конечно очень красиво хорошо голуби летают но вы еще не забывайте про регион я выводной сезон потерял больше голубей нежели чем за зиму софса никуда не улетел на этот год самый плохой вот эти ревятника летом пару раз он был вот желтого моего голуба забрал за бой начал уходить выхватил он его эти вот летают как летают так летают они будут и зимой летать кое-кого я порезал потому что из старичья которые проверенные космонавты я их не хочу совсем потерять вот поэтому они вот пришлось минут десять постоять и погонять удочкой помахать чтоб они полетели это некоторые попадали и по чужим крышам два штуки вот они сидят на дереве желтый зацепился молодой черный белокрылый забивной забыл я ему хвост подпереть вырезать ему надо вот они вот они дикарят дикарить стали дикарить что-то что-то они что-то голуби видят вот они по разлетелись а вот так вот они у меня летают все-таки они у меня как-то как-то ну все равно летают хотел я я не выложил это видео не то что мне стыдно вот не знаю неделю дней десять назад я помучился взял выбрал только белых 35 штук выкинул их в вольер открыл голубятни выгнал всех как вот выгоняю вот и они 8 штук у меня оборвались а сразу с голубятни ушли в лед остальных пришлось удочкой махнуть ну и через пять минут прилетел сапсан вот эту верхнюю шестерку он разбил 6 было наверху 2 пониже моталось а остальных я еще потом поднял вот как поднял кучу верхних космонавтов сапсан разбил одного схрямов одного забрал голуби ушли в космос и другие другие вообще скинули остальная пятерочка ушла покрылась в голубом небе и буквально еще 10 минут смотрю голуби дикорят и еще минус один появился еще сапсан вот голуби некоторые играют появился второй сапсан и забрал еще одного космонавта показать людям то что я могу выборочно погнать 10 штук и что голуби у меня полетят я конечно могу вот взять которых я знаю голубей это чисто вот так вот на публику погонять 10 штук и показать что голуби улетели у меня в космос это перед кем похвастаться я даже не знаю мне хвастаться не перед кем и нечем и показать особо нечего я хотел показать что мои голуби полетели и вот так вот он мне дал сапсан под хвост мне самому забрал двух белых космонавтов два сапсана прилетели буквально в промежутке 15-20 минут у меня минус два белых я так думаю он забрал дитя солнца забрал и еще какого-то я уже даже и не знаю какого забрал вот они носятся он в разброс кто-то вот верхней там мотаются вот стая мотается вот она вот эти зимородки сейчас мне главное вот чтоб они круг знали летали он они белые разлетелись наверху и каждый сам по себе там как-то играют кто-то играет кто-то что-то делает поэтому я же говорю и и хвастаться нечем и я знаю просто свои голубей как они летают мне главное их приготовить к зиме зимой будет похуже намного вот я не знаю поэтому у меня как я и канал там откройте вкладку вот о канале там написано просто я показываю обзоры рынков вот и свои голубей никаких никакой они советчик ничего никому не советую просто показываю как я содержу свои голубей и все кому-то это нравится кому-то не нравится у кого-то дворцы они голубят не и все остальное у меня вот я показываю так как есть вот они кто как может так и летает у меня все что я могу чем похвастаться тем то что я гоняю голубей круглый год показываю вот они здесь одни пишут вот и здесь потенциальные лодыри как там написали вот способные только бегать все остальное летать они не могут есть здесь а и лодыри есть голуби порезанные вот которые я весной погонял просрал несколько хороших голубей как говорят из маточника я всех до одного оборвал и всех гонял и хороший голубей несколько штук потерял думал сапса не будет так бить но я ошибался вот и пришлось опять мне кое-кого резать у меня нету голубей которые летают по 8 10 часов у меня максимум результат был 5 часов 40 минут по желтым кольцам голуби голубку сожрал сапсан остался голуб и его три молодых они вот здесь я тоже летают поэтому у кого-то может быть сапсан и не позволит в каком-то регионе тем более летом полетать без происшествий здесь а я думаю нет птица которая летит с медленным полетом за весная вот они долго не живут поверьте мне я уже это все проверил я покупал и в пятигорске голубей широкохвостых и все остальное лолуби у меня были летали я не могу сказать что широкохвостые не летают голубка была одна персючка сапожковая как их называют бакинец белая голубочка летала 4 часа и долеталась а был ряба у меня артем не подарил голуба 18 пёры полетели они в команде не в командировку вот на экскурсию вот туда их ветром оттащила вот он из этих 100 штук он и нашел вот этого широкохвостого нет забери какого-нибудь другого точно так же как и вот этого моего чапа маленького созрал 16 пёрова ну ладно он маленький это ему еще скачуха я не знаю не не живут широкохвостые у меня среди вот этих вот дикарей вот он именно находит широкохвостого так я не знаю почему почему он двоечка двоечка остались а наверху он он один белый они там сами по себе газуете вот уже ближе к средней полетели остальные вот они здесь поэтому то что я держу меня это устраивает есть голуби не очень есть голуби более-менее с неплохой игрой есть так себе есть забивные которые мне тоже особо не нравятся ну куда от них деваться я точно так же завожу голубей кто-то из не возвращается из командировки не прилетают голуби вот поэтому так и зимой зима тоже почистить немножечко у меня голубей какой-то белый мотается зимой будет побольше минуса поэтому как-то так сапсан почистите ребятник позабирает кто-то в туман поднимется или там снег хороший будет просто полетит и и потеряется голуби поэтому чернохвостая бабах но она по-моему с яйцом задолбал ее голову уже на яйца гоняет вот они мои зимородки хотят садиться пускай пускай садятся а вот остались еще вон они белые вот они два штуки там остались два наверху высоко один черный пониже вот они здесь тут вот еще какой-то белый пускай посидят я потом их еще раз попробую подпугнуть посмотрю пока за теми за космонавтами которые там летают не факт то что они еще опустятся прилетит папа и накажет вот она вот он вот один белый там еще рядом 2 вот так я буду удалять те на средней высоте 2 штучки половина больше половины сели эти сейчас будут здесь крутиться надо обучать молодежь и чтобы они круг знали и так лошата и желтый и все остальное а на данный момент мне самое главное чтобы голуби просто-напросто не заболели и не пришлось их убирать бошки отрывать им так ладно я пока на паузу эти эти гады не сели и космонавты два штучки наверху два белых черный где-то был не знаю где он по моему отдельно ходит потихоньку стали опять наверх идти ладно там какой-то белых в сторону пошел не знаю чей мой не мой видимо мой на данный момент мало кто гоняет голубей поэтому а хищников хватает так что вот так вот одна на паузу вот опять немножечко спугнул вот желтый мотается хлоп хлоп на хвост вот еще один хвостопад на хвост желтый вот он он как их тренировать был бы у меня помощник чтобы он удочкой помахал там а я изначально снимал и ну и раз голуби хорошо себя ведут когда не снимаю все показать невозможно это так надо посмотрите сколько голубей в небе очень большая разница в содержании 20-30 голубей и в их нем гоне и в содержании более сотни и вот так вот гонять всех подряд тем более те голубей которые вот они уже их голубей которые все разновозрастные понятно можно гонять там одну молодежь одних стариков вот они как что-то дикорят что-то боятся а здесь же все подряд все подряд и молодые и старые тут каких только голубей нету кто-то еще в линьки кто-то хорошо играет кто-то засиделся уже все урод забивается поэтому вот так я не знаю вы можете написать там в комментариях я знаю что знаю по себе что это очень тяжело кто держит много голубей он меня думаю поймет я всегда держал много голубей для меня это не то что я же их сам кормлю со своего кармана мне мне нравится когда очень много голубей очень много голубей в небе да я иногда и не вижу что и сапсан забирает ну это это вот как то так вот 10 штук в небе это конечно хорошо они и лед набирают и икру лучше набирают ну меня устраивает то что вот вы видите на своих экранах телефонов компьютеров меня это более чем устраивает летают мои голуби и летают они и будут летать я стараюсь я показал вам как мой день с утра проходит вот и вот так вот каждый божий день зимой конечно похуже приходится приезжать я всегда приезжаю к 6 суда убираю и еду на работу я не пенсионер мне еще работать и работать у меня две дочки вот как бы семья надо и и туда успевать и сюда успевать вот хочется и вам что-то показать то что есть уже хотел и с одной стороны наплевать на все и все ничего никому не показывать заниматься своими голубями просто и все и больше на этом все вы иной раз вот хочется показать и не то что похвастаться еще раз повторюсь мне хвастаться нечем есть у людей очень хорошие голуби очень хорошие но у меня вот такие у меня нету хороших у меня и как говорят сейчас и столько финансов нету чтобы где-то что-то покупать вот и и или же купить хороших там две-три пары и и скормить их а держать я их не могу а за скормить я запросто насчет этого я мастер очень быстро могу скормить сапсану голубей какие бы они не были то что там некоторые люди говорят что голубей сапсан не берет ну я с этим могу не согласиться это где-то он не берет где его совсем маловато а где-то он очень даже хорошо какой бы он не был спортсмен спортсмены как многие любят там вот такой спортсмену такое вот спортсмен тоже сегодня он чемпион завтра он проиграл также и у голубей сегодня он ушел а завтра нет завтра нашелся намного лучше спортсмен в небе который его жахнул под хвостик и все и нету голубя поэтому это все разговоры что голубь там пикирует вниз и уходит от сапсана скорость голубя не может особо ему позволить уйти именно на пикирование вниз когда сапсан начинает атаку сбоку и вниз у голубя варианта практически нет или же он промазал ушел или же сапсан его забрал особенно особенно самец строение клюва у сапсана у него в носу костяные нарости для чего они там же там написано в википедии для чего не для того чтобы при перегрузке при такой когда он набирает свыше 200 километров в час пикирует вниз чтоб у него не разорвало легкие у наши голубей простая восковица если голубь наберет такую скорость у него просто-напросто вы сами подумайте логически у голубя разорвет легкие от такой перегрузки нету таких голубей которые набирают 200 километров даже при пикировании просто-напросто голубь бы умер бы в небе просто люди я не знаю некоторые заблуждаются очень заблуждаются про сапсана это король неба я еще раз говорю и повторюсь а ладно тетеревятник это гаденыш жмет земле голуби ошибаются он их начинает гнать и вот он начинает забирать ястреб этот тетеревятник он тоже он молодец ему тоже жрать охота но если голуби пошли наверх ему тяжело-тяжело поймать загнать голубя наверху где-то поймать иной раз поднимается практически до средней высоты этот тетеревятник вот я сколько наблюдал иной раз он с орлами вот с этими летает вот сейчас погнал орлов нету потому что еще у нас не нагрелось солнце не не прогрела землю еще воздушных моток потоков нету сейчас вот чуть чуть попозже полетят вот эти орлы которые у нас до самой весны будут они прилетают сюда на зимовку за счет них у меня тоже голуби иной раз не могут опуститься не то что они спортсмены могут летать по 3-4 часа из-за того что они просто боятся и они вздюхают и не могут опуститься и мотаются иной раз и теряются орлы начинают подниматься высоко станут на круг и голуби начинают покрываться в тучах и все и могут не садиться у меня вот по 3 по 5 штук вот а голуби пропадали так что я еще раз повторюсь все зависит от региона где держать голубей как их держать я вот со своей со своей бандой мучаюсь и мучаюсь это и меня это более чем устраивает вот он стал и вышел стопе жах один раз два раза кто как кто как может голуби перелиняют они еще себя покажут еще есть недоделанные всякие то хвоста нету то там шея шея то ладно еще вот он гачат бьет и куда куда вот он куда на старую на дом хоть на свой сил уродиц вот он черный завис стоит есть вот мраморный черныши жахают конечно они в такой толпе что будут показывать каждый друг друга в задницу подкалкивает быстрее бы завалиться ничего тетеря придет он им покажет вот он голубь все вы его видели я его с хвостом выпускал с командировки вот он прилетел одно перышко задницы осталось из крыла у него было вырвало то потом бах сил вот он мой забивной голубь так ну вот два космонавта вот они приближу ухты гад не могу сфокусировать вот они на высоте вот поймал 1 вот вот они двое вот так удалю все еще высоко молодцы вот они хотят летать они летают просто надо стоять и смотреть я как бы больше двух часов я не вывожу смотреть в небо у меня уже и шея отваливается и все иной раз вот все равно голову шею опустишь вниз опустил и прозевал а потом уже звонят другие голубятники тот же вот аслан там вот славик и говорят мне ну чего говорит ты не стрелял ты не видел что забрал все остальное ну я не могу постоянно уследить тем более в такой куче вот они они сидят он смотрят на меня улыбаются и мне этого достаточно скоро и желтые будут все летать вот они зимородки жирненькие такие лишь бы не заболели в леньку пошли летают потихонечку пусть пять кругов летают пусть как летают но все-таки летают поэтому меня это меня это устраивает более ли чем устраивает я же говорю главное здоровье поэтому вот и побелил вольер вот сегодня он к обеду вообще весь просохнет будет будут полы белые так что вот так вот такие дела ладно я на паузу посмотрю за космонавтами двое остались а наверху и троечка еще здесь вот они двое стали играют вот три штучки здесь так и будут потихонечку на круг выходите будут показывать кто на что способен а в как они покажут ничего редко там кто-то что-то выпрыгнет поэтому вот такие вот дела ладно я на паузу хватит болтать и так уже наснимал будет целый художественный фильм вот они мои три штучки так и летают уже вот сколько ну минут 30 может чуть больше летают эти таки не сели и вот во двор зашел вот покажу двух космонавтов вроде бы они хотят опускаться не знаю как я их поймаю не поймаю что-то не получается не могу вот они вдвоем уже идут вот они ну были никак у меня не получится их вот из-за крыши в голубом небе а вот 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 тяжело поймать и в голубом небе вот так уже уже потерял вот они где антенна вот вот они пара пара космонавтов благо не прилетел пока никто тяжело ловить их они вот по большому кругу мотается достаточно еще высоковато вот вот так удалю вот они ближе к средней ну может может чуть 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 ниже чем средний еще хотел бы задать один вопрос я бы хотел в комментариях почитать вот средняя высота что что для голубя средняя высота вот баки нет он или там краснодарский ради бога какой бы он ни был летный голубь мое мнение что средняя высота это 500 метров вот сейчас у них где-то 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 метров 400 ну где-то около этого вот эти вот уже крыши вышибают вот вот я говорю вот в три крыши вот они летают и никак не сяду то поднимутся то опять наверх пойду а вот эти вот белые они где-то где-то летят приблизительно к пол лету летают так приближают высоковатые они уходят я не могу их поймать вот они телефон конечно там хуже намного берет есть очень хороший зум чем больше приближают тем быстрее их теряю все еще учусь с этой камерой очень тяжело и приходится снимать мне в очках так удалю вот они уже при опускаются и эти вот три заразы не никак не сядут крутятся молодцы они они молодцы они поиграют и опять чуть-чуть приподнялись поиграют и опять чуть-чуть приподнялись так что я так думаю что средняя высота средняя высота это как раз таки 500 метров вот что-то пара белых там дикорит наверху вот они как скорость набрали вот они тяжело где-то вертолет может из-за вертолета полетел вот они мои космонавты летают там так что как то так в общем вы напишите в комментариях что для голуба пол лета я так думаю что пол лета это все-таки 500 метров 500 метров это голуб как бы летает можно сказать как муха а потом чуть дальше он уже его уже не видно вот он желтый мой дикообраз откуда где-то за зацепился и вот он летит где-то был сидел негодяй вот она молодой молодой мой желтый вот так вот может и улететь конечно может и пропасть но я что могу поделать вот он должен же он как-то научиться и знать свой жирок сгонять вот он он хлоп 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 и ничего не сделал гад не на хвост не упал что-то похлопал и полетел дальше не знаю куда сейчас полетит пускай пускай учится пускай летает вот он идет поднялся уже чуть-чуть гад с этими с этой троечкой вот он пошел пускай учится только лишь небо и ихняя башка спасет им жизнь этим голубям будут голуби туповаты если он туповатым конечно пропадет сейчас полетит куда-нибудь если он сейчас сел куда-то на чужую крышу это еще еще молодой голов они только пищать перестали они хрипят еще и вот в леньку пошли так что вот как-то так за этой тройки уже не вижу куда-то они исчезли а вот они я на солнце не вижу здесь два одного нету белый мраморных ладно на паузу так ну вот вот моя пара космонавтов правда снимаю на солнце по желтым кольцам один голубь опускается молодой и перка опускается вот они немножечко меня порадовали полетали нормально вот так они полетали даже не знаю сколько ну часик они сто процентов там чуть больше так сколько время время у нас 907 ну я говорю чуть больше часа не помотались и все голубей а так их не открывал он кофе пока сделал там человек еще позвонил поговорил и постоянно вот стоял и смотрел лишь бы они сели лишь бы их не сожрал сапсан так что вот так вот пишите ребята в комментариях хочу послушать вот именно пол лета какое расстояние от земли пол лета мое мнение что это 500 метров все что выше 500 метров это уже голуби уходят туда повыше это там 800 метров это считать что они уже в точке голуби вы пишите в принципе хотелось бы вас пошло послушать вот ну и также ставьте лайки и дизлайки еще один не знаю там не вот сказали вот в общем все кто напишет комментарии под этим видео я постараюсь разыграть один маленький приз для мужиков разыграю один приз так что не искупитесь на комментарии путем вот не знаю там генератор случайных чисел есть вот покажу все и как бы в общем ну тот приз который я разыграю я вот в продолжении этого видео я в конце в конце покажу сейчас он у меня дома кое-что лежит вот и как бы почтой россии отправлю небольшой такой подарок голубятнику тем которые будут писать комментарии под видео вот среди них я разыграю кое-что то что покажу домой приеду вот сниму две минутки покажу и разыграю среди вас ладно ребята всем еще удачи чтобы голуби не болели гоняйте голубей ну и чтобы было все хорошо всем пока вот такой вот день у голубятника ну это еще не все до вечера еще время есть ладно всем пока так что дома еще покажу то что будет разыграно для моих подписчиков так ну вот я и приехал домой всем спасибо кто досмотрел ролик до конца моих кур и вот то что вот я и хотел сказать вот он такой вот небольшой презент от меня вот подписчику не подписчику человеку который напишет комментарий после чего я разыграю вот этот небольшую бочку вот которая объемом 0 7 и крепостью 40 вот такая вот баночка уйдет одному из зрителей моего канала так что еще раз всем удачи спасибо за просмотры ну и пишите комментарии вот как то так все что от меня зависит отнести баночку и отправить почтой россии человеку вот такая вот баночка такая еще раз всем спасибо за просмотры всем пока